В Центральном районном суде Новосибирска сегодня решали вопрос об избрании меры пресечения руководителю группы компаний «Дискус» Алексею Джулаю. На рейсе обвиняемого в особо крупном мошенничестве настаивал следователь по особо важным делам регионального СК. Правда, прокурор это ходатайство не поддержал, посчитав, что достаточно будет запрета определенных действий. О возбуждении уголовного дела по факту хищения денег при строительстве жилмассива в Плющихинске и Просторной стало известно в начале апреля, после того, как люди пожаловались на свои беды в прокуратуру. Одни пайщики «Дискус» живут в новостройках, но не могут там даже прописаться. Другие годами ждут свои квартиры. Мы подключены вообще нелегально, что у нас вода идет, берется отснеженные, вот те дома, которые сданы, и у нас все оттуда идет. У нас нет канализации. Я говорю, почему? Потому что они должны подать договор, и нас должны были построить эту канализацию. А у нас ее нет вообще. У нас там насос. Обманувшему ожидания пайщиков-застройщиков в итоге предъявили обвинение по 159-й статье Кодекса. Сегодня в наручниках и под конвоем Алексея Джулая привезли из изолятора временного содержания в суд. Вместо того, чтобы высказать свою позицию касательно претензий правоохранителей, фигурант попросил журналистов расступиться. Я попрошу, отойдите, чтобы я мог увидеть людей. Могу я видеть? Прокуратуру, адвокатов и так далее, могу я с ними говорить? По словам Джулая, задержали его, когда он добровольно пришел на допрос во второй отдел по расследованию особо важных дел СК, следователь которого и заявил ходатайство, чтобы заседание по мере пресечения сделали закрытым. В материалах представленных судов имеются результаты оперативно-розыскной деятельности, а также иные данные, которые, я полагаю, должны в настоящее время оставаться в рамках уголовного дела. Поддержал позицию следствия и представитель надзорного ведомства. Это результаты, безусловно, должны быть встречены. Суд выслушает мнение с паром. Джулая защищают сразу три адвоката. Они оставили вопрос о гласности заседания на усмотрение судьи, как и сам фигурант этого громкого уголовного дела. Представители СМИ из зала заседаний в итоге попросили удалиться. В чем провинился Джулай, подробно рассказали в прокуратуре. В микрорайоне Просторный не введены в эксплуатацию 33 многоквартирных дома. В микрорайоне Плющихинский таких домов 20. Участниками строительства указанных объектов являются свыше 7 тысяч граждан. Препятствием к вводу в эксплуатацию является отсутствие актов о технологическом присоединении многоквартирных домов к инженерным сетям, в том числе принадлежащим муниципальным предприятиям. По информации надзорного ведомства, препятствия бизнесу Джулая чинит мэрия. Прокурор Новосибирской области потребовал муниципалитет устранить административные барьеры и ввести высотки в эксплуатацию. Суд в итоге оставил влиятельного застройщика и действующего депутата горсовета на свободе, запретив ему общаться с другими обвиняемыми, а также свидетелями и потерпевшими. По нашей информации, завтра планируется арест второго участника этого дела, председателя кооператива «Дискус» Олега Басалаева. Продолжение следует...